Так, друзья, всем привет! У нас свежий выпуск из архивных историй, из архивных дел состоящий. И прежде чем я его начну, хотел бы сделать небольшое объявление, очень важное. Помните вот то дело Евдокимова, да, отчет Евдокимова за 1863-1864 годы о военных действиях в Закубании, который я опубликовал и просил помочь его расшифровать. Он сейчас уже практически расшифрован, первые почти 100 листов уже мне ребята прислали. Вот, поэтому если кто-то еще занимается, прошу, напишите в комментариях, в общем, что вы занимаетесь и на какой стадии. Сейчас находится дело, чтобы я примерно понимал, как все продвигается, потому что я уже начну туда собирать текст в ID, на что бы его опубликовать. Ну и потом потихонечку его тоже озвучивать будем. Вот, поэтому вот пишите, пожалуйста, в комментариях, кто еще работает над текстом, на какой вы стадии. Что у вас там происходит, может, чем-то нужно помочь. А сегодня я хочу, наконец-то, опубликовать вот то самое письмо на французском языке, дипломатическое о колонизации Черкесии Египта, которая называлась. Это фонд 416, опись 3, делом номер 1308 Национального исторического архива Грузии. Называется оно «Копия рапорта российского генерального консула в Египте вице-канцлеру князю Горчакову о колонизации Турции и Египта черкесами-эмигрантами от 25 июня 1864 года». И я хотел бы поблагодарить сразу Марию Спасенову, мою старую добрую знакомую из Краснодара, которая владеет хорошо французскими и английскими языками, и немецкий знает, и она переводила множество интереснейших материалов, еще не переведенных на русских, всяких вот заметок путешественников по Кавказу. И даже издала книгу «Охота на Кавказе», где опубликован первый русский перевод впечатлений одного из путешественников французов, побывавших на Кавказе в XIX веке. Так что ищите в сети «Мария Спасенова». Есть и книга, есть ее публикации, и даже как-то помнится некоторое видео про Симпсона, скетчи Симпсона, Уильяма Симпсона. Мы делали тоже по материалам ее переводов. Итак, что же там в этом письме-то было на французском языке? То есть переписка двух чиновников, понимаете, дипломатическая на французском языке. Ну, нормы XIX века были такие, когда они какой-то такой типа высший язык применяли, между собой дипломаты иногда это был французский, в том числе как бы желая, чтобы это письмо как бы слишком уж не распространялось тоже, ну, если вдруг где-то перехватят. Хотя, ну, с французскими, думаю, проблем не было в то время. Итак, вот что пишет консул. По наущению из Константинополя по всей Османской империи организованы сборы в пользу эмигрировавших черкесов. Банковый дом Оппенгейма начал эти сборы в Александрии и в Каире с помощью английских и греческих купцов. Однако, происходящее в главных городах Египта совсем по-другому видится в провинциях, благодаря дешевой и поэтому весьма распространенной газетенке, издающейся в Константинополе на арабском языке. Эта весьма враждебно настроенная к России газета, опубликовав за последнее время несколько статей, обращающихся к правоверным от лица якобы жертв религиозных преследований, сумела возбудить фанатизм невежественного населения страны. В массовом порядке сельчане начали приносить воеводам провинции деньги, предназначенные для помощи их единоверцам. Великий князь взял на себя инициативу конфиденциальных объяснений со мной по этому поводу, и вот его слова. «Приказ о начале сборов был дан из Константинополя, и я не мог ему противиться. Однако, поскольку я благодарен и обязан правительству нашего августейшего государя, я считаю своим долгом дать вам самые откровенные объяснения по этому поводу. «Беспорядки, которые произошли в стране, порождены фанатизмом, и я принял меры, чтобы остановить это, отдавая приказы, прекратить сборы и не начинать новых. И в то же время я считаю, что должен спросить ваше мнение о сделанном мне портой предложении расселить часть эмигрировавших в черкесах в пустынях Египта». Поблагодарив его высочество за предоставленные объяснения, я посчитал своим долгом дать следующий ответ. «Восставшие племена черкесов, видя, что окружены нашими войсками, не имели другой альтернативы, кроме как сдаться и принять земли, которые русское правительство предложило им в глубине страны безвозмездно. В этой критической ситуации, уступая давним практическим предложениям османского правительства, они предпочли просить о разрешении эмигрировать в Турцию. Правительство, руководствуясь чувством гуманности, предоставило им это разрешение и материальные средства передвижения. И впоследствии, когда эти несчастные люди оказались в Турции, вместо обещанной земли и имущества, на которые они надеялись, их встретили только нищета, болезни и смерть. Виноват в этом османский султан, который после того, как соблазнил их обещаниями, не смог обеспечить им пропитание. Я рассматриваю пожертвования, сделанные в их пользу, исключительно как благотворительную акцию. Но есть люди, которые, движимые ненавистью или фанатизмом, хотят превратить это в политическую демонстрацию против России. Это вполне логично, и в качестве доказательств я могу привести недавно опубликованную газетами Дипешу британского посла в Санкт-Петербурге, которого никак невозможно заподозрить в предвзятом отношении к русским. Таким образом, у меня нет задачи высказывать вашему высочеству какие-либо замечания по поводу самого факта сборов, но я могу только отдать должное вашей проницательности, которая предотвратила опасность для самой страны в виде продолжения беспорядков, не имеющих под собой никаких оснований. Что касается расселения черкесов в Египте, то я, как генеральный консул России, возможно, должен был только согласиться с вашим высочеством по той причине, что, например, чем дальше эти поселения будут находиться от наших границ, тем лучше для нас. Однако, как жители Египта, я считаю своим долгом представить вашему высочеству замечание о том, что у этих людей нет ни вкуса, ни способности заниматься сельским хозяйством. Они привыкли жить за счет грабежей, и своей непокорной и отчаянной натурой несомненно окажут фатальное влияние на мирное население Египта. Вот такие, в общем, представления были у чиновников в отношении адыгов в то время. И, как видите, вот это вот перетягивание каната, то есть, значит, типа, это во всем виновата Турция, а мы такие красивые даже из гуманных побуждений помогали, их подталкивали, говорится, в море гуманно. Этот кусочек перевела Мария Спасенова. Остальной кусочек, он не касается черкесов, но он небольшой, поэтому я его тоже, пожалуй, зачитаю, для того, чтобы было полное представление о письме. Причем перевод этот сделан с помощью нейросети ChatGPT, в ее последней версии, с просьбой и учетом соблюдать стилистику дипломатической почты Франции XIX века. Вот что получили, зацените сами, но, я думаю, вполне себе неплохо. Как только бедуины Емена узнали о высадке египетских войск в Джидде, вождь восставших обратился к генерал-губернатору Емена, заявив, что он готов подчиниться и сдать две крепости, которые он занимал, прося посредничать у порты, о том, чтобы амнистия была предоставлена восставшим, и в то же время, добавив, что в случае неприятия условий, он решил эмигрировать со всем племенем в Египет, чтобы жить под защитой египетского вице-короля. Порта приняла предложение, при этом просила вице-короля оставить войска в Хиджазе на некоторое время, поскольку бедуины еще не успокоились. Что касается вопроса об Исфмусе, император Наполеон отложил решение до того, как генерал де Лесепс, который только что прибыл в Египет, сможет встретиться с вице-королем. Последний сказал мне, что он абсолютно не хочет вести прямые переговоры с генералом де Лесепсом, но ждет решения императора. Несколько десятков миллионов, больше или меньше, как он сказал мне, делают небольшую разницу, и я считаю вопрос финансирования полностью решенным, но я не чувствую себя спокойно по политическому вопросу, то есть по вопросу о том, как будет урегулирован нейтралитет канала, ну то есть канала с Красного моря в Средиземное. Канал полностью находится на египетской территории, и мне будет тяжело, если он будет помещен под прямую власть порты, и если охрана будет поручена османским войскам и чиновникам, я считаю, что имею право обратиться к державам, которые гарантировали нынешние границы Египта. Вице-король намерен восстановить египетский флот, оставленный в полном забвении его предшественникам, и справедливо полагая, что перед тем, как иметь корабли, нужно иметь моряков, он собрал всех бывших матросов, чтобы поставить их на фрегат, который должен провести зиму, плавая по Средиземному морю. В то же время он покупает несколько турковых судов, которые возьмут на борт новобранцев, которые будут обучаться под руководством европейских капитанов. Египетская военная миссия, состоящая из генерала и нескольких офицеров разного ранга, отправляется в Европу. После посещения Франции и участия в маневрах в лагере в Шалоне, она отправится в Австрию, Пруссию и Россию. В момент посещения нашей страны вице-король намеревается попросить меня рекомендовать ее к доброжелательному приему со стороны имперского правительства. Ну, в общем, такая кучка еще заметок разных о попытке Египта, точнее Османской империи через свою египтскую провинцию завладеть Суэцким каналом. В общем, на этом все. От себя кратенько еще скажу по поводу вот того поста из книги Ахана Памука. Дело в том, что вот этот обряд, о котором мы так долго и жарко спорили, про целование руки, он скорее свойственен черкесам, проживавшим в XVI веке в Турции, в самой, не, естественно, на Кавказе, что и говорит о том, что это, скорее всего, переняли от арабов. Но надо понимать, что Ахана Памука не фантазирует, он, в общем-то, берет все эти вещи из реальных османских архивов. Поэтому, когда мы говорим о какой-то традиции, тем более, в XVI веке, то тут как бы нет сильно больших сомнений о том, что это так и могло быть в то время, ну, по крайней мере, в османской диаспоре. Ну, и надо понимать, что традиция, как бы что там кто ни рассказывал, классическая, да вообще, в принципе, общеизвестная такая теоретическая база о том, как устроена традиция антропологическая, говорит о том, что, в общем, вся наша память существует в течение трех поколений. Это примерно 100 лет, ну, максимум, 80 в среднем. И все, что заходится за пределами 80 лет, оно, как бы сказать, уходит из памяти и сохраняется лишь в письменных источниках, либо в пересказах. Ну, примерно так же, как вот если вы пустите слух у подъезда, да, а потом услышите очень искаженную версию на другом конце города. Вот примерно то же самое и с тем, что мы знаем об окружающем мире и традициях происходит в течение, после разрыва поколений вот этого, то есть ухода носителей памяти реальной. Поэтому все, что за пределами 100 лет, это, в общем-то, искаженное уже, в принципе, понимание традиций, тем более в постсоветское время, собственно, все традиции в основном были изобретены, либо, как бы сказать, из урезанных вариантов восстановлены. Поэтому то, что было в 19 веке, нормальным в традициях. Это уже, в принципе, практически невстречаемая вещь в большинстве случаев. Я уже не говорю про 16 век, про которые, в принципе, никто ничего не помнит дословно, ну, реально. Вот, поэтому можно долго спорить, но есть, как бы, исследования, многолетние труды разных исследователей по всему миру, которые говорят о такой ситуации. На этом все. В общем, жду ваши комментарии и про этот, собственно, документ про колонизацию Египта и по поводу перевода дела Вердогимова и до новых встреч. Делитесь с друзьями, ставьте лайки, колокольчики, нажимайте там. В общем, до новых встреч. Всем пока.